Друг, хочу познакомить тебя с замечательным и очень добродушным человеком. Это Илья, администратор моей группы. И у Ильи тоже есть канал, где он проводит стримы по хардкорным играм. Вроде Binding of Issaac, Cuphead и конечно Mobile Legends. Отличный игрок между прочим. На его стримах царит теплая дружественная атмосфера, а найти их сможешь по ссылке в описании. Мур, привет друг, это Зверько. И сейчас я попробую объяснить тебе, как собрать танка. Хочу заострить внимание, танки собираются по-разному. Это зависит от их специфики и от сетапа противника. Например, Лолиту, у которой пассивка навешивает щит, удобно собирать через щиты. А Белирику, которая атакует за счет своих хп, эти щиты будут только мешать. Поскольку при ударе в щит пассивка не срабатывает. Надо собирать билд так, чтобы учитывать особенности танка. А это есть в сборках гайдов. Теперь давай посмотрим на подбор предметов, которые дадут достойную защиту. Против физиков в топе три варианта. Древняя кераса и господство льда. Если вы в упор к противнику, тогда активируется пассивка льда, замедляющая автоатаку противника. Чуть слабее две древние керасы. Да, я думаю все в курсе, что пассивки не складываются. Но здесь отличное соотношение защита и здоровье. Немного меньше уровень защиты у шипованной брони с древней керасой. Зато есть отдача в атакующего. Первый вариант лучше брать против автоатакеров ближников. Роджер там, Зелонг, Аргус, Фрея. Второй и третий вариант лучше подойдут против стрелков. Двойная древняя кераса подойдет против атакующих навыками. Наподобие Хайбусы или Ланселота. Теперь пройдемся по магической защите. Тут возникает дополнительный вопрос, как считать щит бессмертия, который после воскрешения добавляет вам по сути хп. Я конечно могу давить по типу, играй как я, с минимум смертей, но у всех разные тактики, поэтому будем сравнивать параллельно. В топе защиты от магии, без воскрешения, щит Афины и проклятый шлем. Потом идет щит Афины и Оракул. Третье место, щит Афины и бессмертие. Но если мы будем учитывать смерть и вступление в бой опять, то топ такой. Щит Афины и бессмертие, проклятый шлем и бессмертие, Оракул и бессмертие. Их я тестировал парами, когда прошел реворк предметов. Подбор билда. Напомню, в зависимости от специфики героев он разный. Я покажу на примере Тигрила, как чистого танка, без особого направления. Итак, ты должен учитывать. Первое, чем атакует команда противника. Второе, кто может наносить большой урон в ранней игре. Третье, кто опасен в поздней игре. Анализируя это, комбинируем подбор предметов. Давай сделаем несколько рандомных боев и подборов. Первый бой. Против меня Аврора, Алукард, Дигги, Гатотт, Хелкарт. Соответственно, Аврора опасна, как маг в поздней игре. Алукард, автоатакер, тоже опасен в поздней игре. Дигги и Гатотт много урона не наносят. Хелкарт в основном бьет навыкам, но и автоатаки у него опасны. Он физик. Для начала, при разборе линий смотришь, против кого стоишь. Если противник не опасный, не стесняйся поменяться линии. Если давят вашего фармера. А ты тут наслаждаешься отдыхом. Ну, это к слову. Против меня тут стоит Гатотт и Аврора. В принципе, логично начать с проклятого шлема. А потом брать Кирасу, шипованную. И Афину уже ближе к концу, когда расфармится Аврора. Почему начинать с шлема? А он самый дешевый предмет с защитой от магии. И он в топе защиты. Второй бой. Фрея, автоатакер. Адетта. Маг поздней игры. Лолита. Урона наносит немного. Лесли, автоатакер поздней игры. И Рафа. На старте будут нас напрягать Фрея и Лесли. Поэтому лучше собираться, начиная с господства льда. Поскольку лед даст нам и защиту, и кд навыков, и уменьшение крита. Потом добавим древнюю Кирасу. Теперь смотрим. Адекватная ли Рафаэль. Адекватный билд это саппорт билд с упором на оглушение и ускорение. Неадекватный через Жезл Молнии. Потому что настоящего мага из нее не собрать, ведь урон через посох раз в 6 секунд. Так вот, если Рафа неадекватыш без обид, я и сам так и уграл в рандоме. То собираемся еще в антимагию. Если же она на ускорение, добиваем себе физическую защиту с шипованной броней. Ты хочешь спросить, у них же Лесли, почему не взять сумеречную броню? А потому, друг, что ее переделали в тихую. Теперь она блокирует один раз за урон свыше 900 урона. И уходит в кд на 4 секунды. В общем, ее зло твоя сумеречная. Третий бой уже не так однозначен. Против нас Хильда, которая на стаканной ультой пробивает 100% брони. Ланс, наносящий урон навыками, Мия, автоатакер, Гатод и Горд с магическим уроном. Но Гатод наносит его немного, а Горд опасен всегда. В такой ситуации надо будет смотреть на навыки противника. У нас 3 дамагера настоящих. Ланс, Мия, Горд. Вот кто из них первый начнет настукивать килы, тот скорее всего и папка. Маловероятно, что Ланс будет сливать в танка навыки. Если ты, конечно, выше грандмастера играешь. Значит, собираемся либо от автоатакера Мии, либо от Горда. Но в лейт игре чаще становится крайне опасна Мия. Тут уж смотри по ситуации боя. Против Мии начинаем с древней керасы и шипованной броней. Против Горда проклятый шлем и щит Афины. Дальше по ситуации. Итак, не все танки собираются в фулл броню. Учитывая это, то предметы я тебе показал. Логику подбора я надеюсь. Объяснил. Теперь иди, танкуй, побеждай. А если это видео тебе понравилось, подпишись на канал, поделись этим видео с друзьями и поставь лапку. Удачи, друг! Субтитры подогнал «Симон»!